Мой Лондон. В Лондоне я не турист. В Лондоне я изучаю английский язык каждый день с 9 до 2, честно сижу на занятиях в колледже среди сумрачных поляков и улыбчивых филиппинцев и ничего не понимаю. Такой, казалось бы, естественный для меня в Москве язык здесь превратился в нечто ускользающее. Ну, впрочем, понимание, что я здесь чужая, пришло сразу, с первых дней. И погода чужая, и моя одежда. Такая красивая, белая и пушистая норковая шуба сразу не полюбилась местным. Я убрала ее подальше в шкаф в отеле и надела ничем не приметную куртку, которую купила на распродаже в Марк и Спенсер. По вечерам я исследую театральный мир. Я посмотрела Гамлета в шекспировском глобусе. Круто! Я посещаю мюзиклы на Пикадилли-стрит. И однажды попала на спектакль в небольшом театре в самом богемном районе города, где ее играла Джерри Холл. Это супермодель и уже бывшая жена Джаггера. Это был спектакль в крохотном зале почти для своих. Мне повезло. Здесь я была своя. В обычный серый лондонский день я прочитала в газете, что завтра в одном из залов будет танцевать он, свой русский Михаил Барышников. И уже с утра готовилась к встрече. Я изучила маршрут. Я просчитала время по опыту, зная, что лучше приехать пораньше. И вот я здесь, в театре, смотрю на немолодую кассиршу с каменным лицом истиной англичанки, протягиваю фунты и на чужом языке прошу билет. Конечно же, она только на ей понятном языке что-то ответила. Я поняла, язык отказа можно понять без слов. Билетов нет. Я стояла напротив концертного зала. Лучик солнца скользнул по набережной и высветил человека, идущего на меня. Человек в сером пальто, с поднятым воротником. Одиноко шагал мне навстречу. Элегантная легкая походка и кепка, из-под которой голубели глаза Михаила Барышникова. Он был такой неприметный и совсем беззащитный, а через дорогу кипели страсти, народ штурмовал кассу. Они желали и требовали встречу с Великим. Мгновение он быстро перешел дорогу, нырнул в двери служебного входа. Я кинулась за ним. «Михаил, Михаил, подождите!» Бегу, залетаю в коридор, навстречу мне встает охранник. Я продолжаю. «Я русская, Михаил, подождите!» Он уже скрылся в темноте коридора. Охранник внимательно посмотрел на меня и молча показал рукой. «Выходи в зал!» Гаснет свет, открывается занавес, и на сцену легкой походкой выходит человек один. Хрупкая фигура рассказывала о чем-то сокровенном и очень личном. Тело, которое касалось на секунды сцены, пронзительно парило в пространстве, нарушая все законы гравитации. Те, кто сидели, встали и, нарушая все приличия, стали теснить друг друга, пытаясь оказаться ближе к сцене. Я стояла за выраженной и не могла двинуться с места. Мне был так понятен этот язык. Объятие без объятий. Разговор без слов. Когда представление закончилось, я вышла из театра на знакомую мне улицу и улыбнулась. Толпа у служебного входа жаждала встречи с ним. Я перешла дорогу, обернулась в последний раз и пошла прогуливаться по уже моему Лондону. У меня теперь есть тайна, сговор, мой секрет. И мне так хорошо! И совсем не одиноко в этом красивом, невообразимом моем Лондоне. И люди вдруг заговорили на таком понятном теперь для меня языке. И все прекрасно! И погода, и молодость, и много еще впереди тайны. Игорь Негода. Спасибо! Где-то